приветище это гидронир и мы возвращаемся к нашему трусастому детку и стоим мы здесь неспроста дело в том что тут в этой пещере сидит дедок который рассказывает нам каких-то камнях каких-то сокровищах и тут есть пьедесталы целых четыре штуки и как я читал в комментариях ранее оказывается здесь в землях зарыт из сокровища которые если я принесу сюда но это не сокровище это какие-то старинные вещи которые я сюда притащу и что-то получу за них по всей видимости меня вознаградит этот дедок что ж будем копаться я уже полазил немножечко по интернету и погуглил где что находится чтобы не потратить огромную кучу времени на все это поисковую операцию значит берем кирп мне фортануло что вот этот вот летний домик кухню свою я не построил чуть ли на одном из сокровищ а газ вот тут под нами где-то что-то лежит и вот она торчит это подзорная труба трубы нищие ухти какая малюточка симпа пулечка пронзает мою руку и смотрит пупочек словно хочет рассмотреть там мои бары бух и выкатышки накатанные которые не знаю чего накатаны ну что в общем вот подзорная труба а что там даже написано найдено глубоко подземную не совсем глубоко ну что тут буквально там метра два разместите это экспонат музей с другими реликвия а это даже музей ну хорошо идем дальше следующий экспонат у нас оказался на грядке с свеклой пришлось одну свеколку выкорчивать на грядочку вместе с ней чтобы найти здесь боже мой меч это же меч красоте она он поломанный я думал я думал сохранился хорошо о я его даже в руки смотри как его в руках держу у меня трясется трясется правая рука боже ты май красивый помятый пожеванный меч наверное какого-то гладиатора я не знаю но дедок с ним выглядит прямо уф-уф все это добро по-другому никак не скажешь золотое добро я надеюсь что мне там что-то ценное за это дадут потому что реликвии реально крутые мы складываем сейчас на квадроцикл потом я иду спать чтобы понять что это не сон и я действительно нашел эти уникальные вещи под землей под своим домом и грядкой и после этого едем к дедули относить эти две вещички и посмотрим что-нибудь скажет ли он нам типа поблагодарить за что-то или вообще пошлет нас дальше искать оставшиеся вещи садимся на наш квадрик и мочим я никогда кстати туда на квадрике не зажал по идее должен а нет мы не влезем слишком узенько тут узенько берем значит нас огломенный пожеванный меч и кладем я надеюсь что тут нет смысла да как то какая-то очередность соблюдаться не должна просто кладешь на пьедестал и все вот так вот да дед тут же нет очередности никакой пофиг вообще куда кладешь теперь берем подзорную трубу и оставшиеся две вещи вот я не знаю где они могут находиться скорее всего нужно будет скупать другие участки земли и там копаться проще покопаться в интернете чем в здешних землях прибыли на еще одну территорию которую мы покупаем за 1200 вообще я почитал оказывается реликвий гораздо больше чем пьедесталов там у нас стоит там их все 4 а реликвий по моему штук 6 вообще представляешь и поэтому я немножко не в понятках как это так чуток расходится интернетовское сообщество с игровым что же где-то начать надо копать где-то примерно сейчас подожди вот отсюда мы отходим и типа где-то здесь вот реликвия должна быть следующая я проверим покопаемся немножечко надо будет помудриться потому что тут одно единственное сокровище на этой территории и она не совсем точно и понятно где находится где-то вот в этом районе будем копаться чё надо было бульдозер свой председать точно сейчас я на блюдозе приеду так будет проще прибыли на место раскопок надо кстати убрать на всякий пожарный свою кирку а то закопаю ее нафиг пока буду раскапываться ну что опускаем значит копальню нашу врубаем и прямо нам не надо нам нужно вниз углубляемся поехали только вниз написано было что 22 блока вниз но кто ж его поймет сколько блоков тут вообще в принципе это же не квадратики как в майнкрафте правильно и не факт что я в правильном направлении вообще копаюсь это абзац я разбомбил тут нафиг вообще все напрочь перекопал раскопал выкопал это пипец пипецкий тут такие тоннели как будто огромные червяки поползали я не могу эту реликвию найти аж и не мог просто до самых глубин прокопался столько туннелей тут понадел туда-сюда ездил ходил в итоге короче мне пришлось мне пришлось смотри что делать давай запрыгивай ее моя дедуля в общем техника тяжелая мне как бы помогла но не до конца даже он у меня этот фонарь притащил карту притащил все вообще сюда притащил компаса еще не хватает в общем помогло что википедия гидронировская там как бы квадратики на карте написаны нарисованы и вот мне тоже нужно было квадратики как-то сделать при помощи своего шикарнейшего инструмента под названием грабли я делал такие квадратики высчитал нужное расстояние в 10 квадратиков вот их сделал 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 спустился сюда и думаю ну где-то что должно быть должно быть оказывается что вот он блин я его практически в первые разы прокопала своем тракторе просто нужно было наверх посмотреть и вот тебе реликвия черепок сраный черепушка на который я потратил уйму времени не зная часа два тут копался тут все перерыто просто вообще в этом районе я испохабил этот участок до нельзя дедуля притащила притащил в шикарный какой кстати его еще в таком вот варианте не смотрел это черепок сажал мою руку просто я вонзил туда два пальца в глаз прям кулачищи просто переносится ему сломал этому черепку да такое себе такой себе остался последний последний артефакт и что же это будет я даже не знаю следующие два артефакта находятся на полигоне номер два все что нам необходимо сделать это где-то так вот 1 2 3 4 5 6 и где-то где-то вот немножечко отсюда отсюда сюда 1 2 3 где-то короче вот тут где-то вот тут в этой области я даже вот так сказал бы в этой области где-то должно быть что-то артефактическое копаться раскопаться и глубина примерно 20 блоков не я не киркой копать не буду я пошел за транспортом это это надолго приехал в зону раскопок и копать я буду напередом а с задом потому что так лучше получается вниз опускаешь и поехали 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 и вот так вот разрываешь разрываешь давай давай и заезжает трактор трактор заезжает ума щас упадем тут нафиг чет как-то вздом плохо у нас выходит давай-давай оао пошло 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 и вот так Вот сейчас будем тут копать Вот так вот Вот этот метод мне больше нравится Поднимаем Отъезжаем вперед Сейчас тут опустим все это дело Мне кажется это слишком близко для артефакта Тут начало получается Только нашей территории Но тем не менее Мы сейчас тут будем потихонечку копать Пока что стрелы Я не наблюдаю Но мы еще не на такой глубине На которой нам нужно А еще пензик у нас заканчивается Придется скоро заправляться Ну что я тут прилично накопал Одеваем каску Берем кирку Смотрим Значит глубина офигеть какая И где-то тут что-то должно быть Но я неудачно Немножечко тут выкопал все это дело Тут у нас перегородка Осталась и вот скорее всего Ее вручную придется долбить Но прежде чем это все долбить Давай-ка мы просто походим Тут посмотрим все Может что будет торчать где-то тут Тут даже в соседний тоннель Выкопался, прокопался Что-то пока что я здесь Ничего такого торчащего Интересного не вижу Буду значит ручную копать ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну я тут немножечко Совсем чуточку психанул Как бы ну совсем вот тут немножечко Стрела все-таки маленькая Ее очень сложно было найти Поэтому пришлось прямо конкретно тут Прокопаться, раскопаться, бомбануть В принципе как и в прошлый раз Но тут конечно были помасштабнее раскопки И вот тут вот я сейчас пролетаю И тут есть стрела Но ты ее не видишь А может быть и увидел Если у тебя зоркий глаз Ехал я такой на своем тракторе Вот тут вот бурил Бурил, 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 бурил Ехал, ехал И опа Чись, смотри Вот она висит Стрелуха наша Короче вот этот трактор Это вещь Без него я бы вот это вот все Вот не раскопал Не прокопал Просто ты посмотри Арт-обстрел Как будто произошел какой-то В общем стрелу берем И тащим на пьедестал А сейчас мы узнаем Что же нам даст дед За четыре реликвии Смотри, дед Стрелу нашел Вроде как обычная Ну Может и необычная Кладу я ее В общем Сюда Последний Что-то, что-то, что-то Дверь открылась Смотри Вот тут Что-то открыл Сундук С сокровищами Обробленными Камнями Я такие же камни В принципе умею делать И че? Сундук с сокровищами Дед, ты видал? Ты видал? Смотри какой сундук Он почти больше меня Только как-то я его держу криво Ну Ну Я хотел тебе золотишко показать А показываю дно ящика Ну в общем Ты оценил я думаю Пойдем 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 Сундук с сокровищами Что я с ним буду делать Интересно Остальные две реликвии Может быть я когда-нибудь Раскопаю Может быть уже не раскопаю В смысле их я не вижу Говорят что они просто Как для красоты могут служить Их в принципе можно продать Попробовать А слушай А те реликвии Они на пьедестале до сих пор Там Сейчас я пойду гляну Может я их сейчас Свистну и продам Типа Почему бы нет Почему бы нет О я их могу брать Ха-ха-ха Класс Пойдем на рынок Сейчас посмотрим Сколько это все барахло стоит Мадам Вы не хотите пожеванный меч? Ага Я понял Я понял Странно какая-то фигня Смотри Я подношу сюда меч И дверка такая Типа по-новому открывается Что-то или как Забавно это все Заскриптовано В общем я совсем забыл Я сундук посреди улицы бросил Где сундук? Его сейчас могли стырить Но благо никто Не посигнул на него Видимо культурные люди У нас тут живут Деревья растут Уже смотри какие здоровые Надо кстати полить их Не очень конечно удобно это делать Придется О, прокатило Слава богу Кактусик польем Все, все цветочки я полил Аккуратненько Теперь Где сундук? Опять сундук оставил Без присмотра Сундук с сокровищами Пойдем взвесим тебя Посмотрим Что ты там весишь Один сундук весит 1 килограмм Но его цена 68 тысяч То есть здесь монет на 68 тысяч Ну такое себе Я походу его продавать даже и не буду Я просто домой его затащу И пускай он там лежит у меня Красуется Вот здесь отличное место Единственное его только не положить нормально Наверное, наверное да Надо как-то как-то вот так вот встать Пускай Вот так вот, наверное Чтоб я ложился спать и смотрел на него Ну а теперь Займемся приготовлением блюда Блюда, которое запросил у нас охранник У меня здесь свеклы На 311 килограмм Я думаю, что Мне же тут Этот все порохло Даже порезать прежде чем сварить Ты представляешь 300 килограмм свеклы сейчас надо резать Ох-ох-ох Я думаю, что мне для этого понадобится Инструмент специальный Автоматическая нарезалка Пойду за ней Вот она Овощерезка, красавица За 480 мы возьмем У меня тут бабла приличная Я накопил 4000 В принципе, можно даже и Брызго... Разбрызгиватель купить Овощной компактор Можно тоже, в принципе, купить Денег хватает Бочка не покупается И вот такой вот еще ящик для семян Тоже можно взять И на 3000 все это вышло у меня Покупаем 1600 осталось Теперь тарабаним это все домой Ну вот И все я привез Остается только придумать Куда это все подключить Кстати, овощерезка она как? Сама по себе работает или что? Я даже не вижу, куда что подключить-то Попробую ее... Блин, на стол Никак, наверное Сейчас мы стол вытащим Куда она вообще ставится-то? На пол можно? Просто на пол? Нет Только... А, на конвейер! Точно, она на конвейер поставится Хм... Надо конвейерную ленту замутить Значит, так Приторобанил сюда несколько конвейеров Что мы будем делать? Вот это мы убираем Хотя правильнее было бы, конечно, убрать Вот это вот все Разбираемся с домик В общем Надо будет поэкспериментировать кое с чем Где мой молоточек? Дело в том, что я хочу, чтобы все нарезное Поступало сразу в мою кастрюлю И это надо придумать Как сделать В целом, в принципе, если мы уберем крышу Должно попасть Точнее, должно все сработать Выходит, что конвейер... А, еще трубы ж нужно Да, действительно Еще трубы нужно подвести Блин Может, тогда конвейер с другой стороны делать? Поскольку у нас здесь уже все готовенько Гляди Да, я думаю, что с другой стороны будет проще Тогда мы вот здесь Делаем вот так Потом вот так вот Как удобно, что тут камни есть Слушай, по ним удобно залазить на крышу Это просто обалдеть Дальше так И вот эта труба Нас сориентирует Где у нас кастрюля стоит И вот сюда Значит, еще конвейеры мне нужны Последний конвейер А может, даже и не надо последний Тут просто нужно крышу убрать Типа вот так вот сделать Смотрим теперь туда Ровно в кастрюле будет падать Ну, в принципе, в принципе, можно Можно попасть в кастрюлю Но для этого нам понадобится убрать Подобровод тогда Пускай он капает у нас сбоку Типа, типа вот так вот Зато мы сможем кастрюлю сюда поставить И она наполнится Нет, мы не сможем поставить Вот Не попадаем, да, немножечко Ну, ничего страшного Можно просто переместить тогда нашу кастрюлю Сейчас мы это сделаем Столик тоже мы здесь Ой, не то Вот этот столик нам нужно просто переместить Пока временно вот здесь пускай постоит И наше чудо А, она тут не встанет Ё-моё, ё-моё А если мы сделаем вот чё? Хопа Блин, одна и та же фигня получается Но зато, зато Мы так сэкономим место Предлагаю сделать что? Перестроить крышу Пускай у нас она будет тут Стол мы отсюда тоже уберём Опа И всё, мы сэкономим так на конвейерах Давай, ставься куда-нибудь уже, поставься И сюда в уголочек у нас Станет Отличнейшим образом Печка Печулечка наша И вода Нет Масштабная перестройка, ёлки-палки Короче, не получилось мне Прям под угол вот этой стенки Поставить нашу печку Потому что вода сюда не капает Нам труба тут по-любому нужна Мы сделали так И как бы И как бы фиг с ней Пускай будет так у нас Печка стоять Вот этот фонарик Мы поставим тогда, наверное, с этой стороны О, вот таким вот образом Так, кастрюля Кастрюля потерялась у меня Здесь, в этом хламье Кастрюлька А, вот она Ставим, значит, вот сюда Вот на бок кастрюлечку Что-то как-то плохо она поставилась Да что ж такое-то Надо все-таки здесь Что-то поставить Ну, вот, в принципе, и капает Да, все попадает в кастрюлю Как надо Тогда конвейер все равно Нам тут понадобится Вот, с него будет Вот так вот падать сюда О, щучи И на этот конвейер Мы ставим, значит, резалку Сейчас, сейчас, сейчас Прямо тут вот сверху Мы ее и ставим О, о, лиштяк А здесь мы все будем заправлять Закидывать сюда, короче, овощи А для того, чтобы оно шло ровно по центру Я еще докупил где-то, вот Центровик Он будет нам центровать все Сюда его кладем И вот Последние штрихи У нас, получается, это вот сюда Это вот так вот встает Вот как раз Проверяем на себе Мы едем, едем, едем Поднимаемся тут наверх Ага И дальше нас шинкуют Мои носочки не прошинкуйте, пожалуйста По-моему, носки он не берет И, конечно же, я взял еще воронку Воронку Мне кажется, она здесь как раз нужна И встанет отлично Надеюсь на это Она где-то, 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 где-то Вот тут должна встать И ровно в кастрюле, да, будет лететь Да Вроде бы как ровно в кастрюле Но вода не капает Тогда Что нам нужно сделать? Тогда давай мы сделаем его Вот тут вот тогда А, капли будут тогда Не продумал я эту тему Не продумал Есть, конечно, вариантик Сейчас Сейчас Я за ним сбегаю Сделать вот такую Чудо-штуку Вручалочку, так сказать И, в принципе Прям под кастрюлю все падает Вот, то есть и вода набирается И все будет центроваться посередине Пойдем теперь все проверим Как это будет работать Надеюсь, все будет хорошо работать Вываливаем сюда Центруйся, центруйся Центруется Отлично Стоем теперь сюда А, блин, блин Поднимается наверх И Щенку Ох, как щенкуется Это хорошо И все Упала Прям в каком А, нет Она не упала Ха-ха Блин Потому что Потому что я идиотина Надо вот это вот убрать Сейчас Короче, с трубой все равно фиаско выходит Вот тут вот я щас опять кину Вот оно у тебя Поднимается, поднимается, поднимается Пошинковалось Падает сюда И И оно не попало в кастрюлю Ха-ха-ха Беда Оно падает все равно вот сюда куда-то Ну ладно Сколько у нас по итогу тут? 311 же, правильно? Сколько, сколько? 311 И хорошо Закидывать А как закидывать? Неудово Короче, воронка это все фуфло Все фуфло А вот Т-образную трубу Надо оставить все-таки Я думаю А нет Из-за нее не будет падать ничего вниз Теперь брокколи Ваша очередь Поехали Выкидываем И смотрим Как это все будет сейчас шинковаться Бах-ба-ба-бах Бах-ба-бах И Падает 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 Ровно куда надо Ох Хорошо Так как Почти хорошо Сейчас мы будем это исправлять То, что у нас тут засралось Бегу-бегу-бегу-бегу Докидывать Так вот Вот так вот Все Упала Вроде как упала варится Давай сейчас я проверю Сколько тут у нас Чего? Ааа Не показывает Жалко Жалко не показывает Ничего у меня никуда там За текстуру не улетело Лишний килограмм А то если я сейчас сварю суп И у меня чего-то там не хватит Это будет очень обидно Вроде ничего не упало Никуда не пропало Суп из свеклы И брокколи готов Выливаем это все добро Проверяем Так Нарезка свеклы 311.5 И брокколи 307 Все Супец как надо Суперски готов Едем отдавать его охраннику Я думаю, что она Эта же девушка у нас Попросила Она видимо за фигурой Не блюдет своей 300 килограмм брокколи Ну как Не блюдет Как бы это все-таки овощи Это же не мясо Она попросила Но все равно 300 килограмм брокколи 300 свеклы Куда в нее влезает столько Как мамон жрет Ладно Главный заказ выполнить А остальное все Так себе Я кстати на эти деньги Теперь смогу теплицу Уже купить Построю Я все притащил Держи Держи Отведай миску супца Она довольна И 4655 монет мне дает Позыба 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 И тогда я поднимусь Королю Акулу Весом 1 на 5 Стой Я пошел Короче на рыбалку Буду рыбачить Я даже не знаю Что легче Собрать 300 килограмм Овощей И Что-нибудь сковать Тяжелое Там на несколько тонн Меч какой-нибудь сковать Да Или поймать акулу Вот пойдем И проверять Решил тут Напоследок Порыбачить Чаек покормить Вон сколько выловил И поймал Рыба Меча Которому мне нужно было Чтобы получить Вот эту шикарнейшую удочку Что ж Отдаем ее Дайте мне эту удочку Шикарную Ого Изумрудная удочка Удочка 5 уровня Она ловит рыбу Немного лучше Чем предыдущие удочки Поплывок конечно Такой же Как буй Блин Удочка вроде А что она Изумрудная Из-за вот этой пипки Блин Я думал у нее Катушка будет Изумрудная Нифига Дальше нам нужно Поймать вот такую рыбу О кстати Я же ее тоже поймал Вот она Вот она у меня Это морской мамах Пожалуйста Ага Нифига себе А теперь Акулу надо поймать Ничего себе Удочка Катушка мечты Удочка 6 уровня Ну разве она не мечта Так подожди Может у меня тут Акула где еще есть Вот это не акула Не это скумбрия Вот это все Это селить Ты что у нас Тунец Погоди А может это тунец Тунец тебе нужен был Нет Нет Это прям на акулу Похоже больше Не прокатывает Эх Блин Жаль Конечно Акулу нет Ну давай попробуем Порыбачить еще Вот Это та удочка Нет Это пятого уровня Изумрудная Выкидываем ее Это у нас Четвертого уровня Выкидываем У меня шестого Крутого Вон какая блатная Давай рыбачить Поймал Поймал сразу же Но эту акулу Мы обменяем на удочку А не подающим охраннику Обалдеть С четвертого поклева Нифига себе Дальше нам рак нужен Кстати рака я ловил Как-то вроде бы Как удочка Ночной жезл Удочка седьмого уровня После ночной рыбалки Ее может быть Трудновато найти В смысле К чему бы это То есть ночью Лучше не рыбачить Да на нее Сейчас сразу же Первую рыбку Ну что я поймаю там Ага Это монах Монаха мы уже сдавали Нам пожалуйста рака Ну короче Рыбнадзор на меня Нет походу Смотри что я тут Учудил Это все из-за рака Раки все Не ловились Не ловились И под конец Вот только что Два рака подряд Прикинь мне попалось Вот дела Вот рачок Иди сюда К папке И где-то еще Тут рачок был Где-то Где-то вот тут А вот Вот крышня торчит Вот Когда жизнь дает вам Лимоны Не теряйтесь И закажите к ним Хвост Амара А это лобстер вообще А не краб 171 он стоит Монетка его Ну-ка А дальше А дальше вот такая вот штука Так у меня там они Вон валяются Сколько их там Что там это Удочка восьмого уровня Раз уж вы держите ее То вероятно Знаете толк в рыбалке Удочка мастера Красивая удочка Самая четкая Так подожди У меня Где-то тут еще валялись Я тут дофига Все налыл Вот Креветка же нужна Да была Креветка Вот Вот Держите А и все Надежная удочка Второго уровня Капец Капец Все по-новому пошло Ну короче вот Самая последняя удочка Это удочка мастера Вот так Чуть не забыл Я же вообще Тут закул Это вообще-то Блин Как это так Чуть не забыл Вот акулочка Пойдем взвесим ее Надо было еще Что ты мне Не 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 интересно Это вообще Я тут ради акулы Момент истины Взвешиваем акулку 1 1.4 Что ли Не увидал 1.87 Прикинь На 10 грамм 1.87 Уууууууу Я поймал Ту что нужно Ту что нужно Даже чуть больше Пожирнее Осторожно Я несу рыбу Акулу Опасную у него очень острые челюсти и знаешь как я ее вообще несу почему именно так это разве акулу так несут ее надо нести указательным и большим пальцем за хвост то есть защипил ее и тащишь аккуратненько они как ты в ладошке это даже не акула малек какой-то ничего вот те рыба на жри что-то как-то не дайте точно акулу надо было принести на а давай чтобы это все было официальная бумажку тебя возьму да конечно вот на на рыбу пойдет спасибо и дает мне серебряных на 1200 да 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 мы добрались до короля король королевский он просит кольцо из клотиума и 700 адаманта адаманта у меня я даже не знаю мне накопилось там 700 адаманта сейчас сейчас я возьму конечно же а это не адамант это оникс извиняюсь оникс клотиумный слиток и он ну хотя бы с клотиумом я не 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 напортачил мне нужны твои чё он сказал трусы не трусы эти точно я миллион усы сказал еще раз повтори реплику нужна я поздравляю себя тебя и вообще всех мы добрались до короля и скоро это значит что скоро мы выполним его услуги и свалим отсюда бумажку может тут я пришли на мне если у тебя есть время конечно же о какой он добрый король то то видел чем не сказал мне нужны услуги и мне нужен тебе кое-что рассказать конечно если у тебя есть время то есть он ко мне как бы не свысока обращается вот это король хоть он и мелкий но с уважением относится к взрослым молодец в общем что те хочу сказать я пойду посмотрю сколько у меня оникса там вообще накопилось я думаю что не так много 700 навряд ли плотиума то у меня там дофига у меня я думаю что с ним не проблема вообще будет а вот оникс 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 почему здесь пусто оникс вот оникс у меня пойду взвечу пойду его взвечу он так-то камушек такой уже здоровенький да у меня тут проверим еще тут прибраться а оникса то у меня всего 68 то есть добывать него еще и да а так у меня же там еще рудник точно добывать надо там еще посмотреть в лавовом биоме в лавовом подземелье сколько у меня там добылась и там тоже должно быть прилично так что потому что я там-то обслуживал рудника здесь нет он у меня весь поломанный я про него забыл так что там намного больше должно быть оникса но это мы узнаем с тобой в следующей серии поэтому на сегодня это все спасибо что посмотрел если хочешь увидеть больше то ставь лайк и подписывайся не забудь подписаться на дзен и на рутуб если у тебя не фурычит youtube ухты как складно получилось в общем ты знаешь что делать увидимся в новом ролике до встречи